Вы знаете, зачем мы собрались, нет? Нет. Какой сегодня день? День АТВ. День Победы, да? Да. Мы собрались, чтобы дедушка рассказал вам про то, как воевали его отец и его дедушка. Мой дедушка и прадедушка. Дедушку Василия Васильевича призвали сразу в начале войны, в конце 41-го года. Он ушел сначала служить саперным вискам. Он вообще прошел всю войну. Закончил в Кенисгиберде. Сначала я ездил сапером, а потом он был минометчиком. Брал Крым. Очень длинный путь прошел. По военному. У него две звезды славы. Это одна из высших наград. Дальше отвагу. Еще ряд орденов и медалей. У него было много наград. И он прошел всю войну. Всю войну. От начала до конца. Сколько война была? Четыре года. Четыре года. Четыре года. Всю войну прошел. Дед. А вот мой папа, мой папа, он в 43-м году был призван в школу снайпера в Барнауле. В 9 месяцах учился в школе снайпера в УГТ. И уже в конце 43-го года он был призван. В 44-м году он забоевал разведку. Но, к сожалению, был тяжело ранен. И потом долгие годы лечился в госпиталях. Очень тяжело было ранен. Там тоже. Ну, полбока не было права. Да. Это произошло, когда они языка немца вытаскивали из разведки через линию фронта. Их обстреляли из миномета. И мин взорвалась прямо с ним рядом. И поэтому разорвало его практически. Так что вот такая их судьба. Ну, самое главное, ребята, вы знаете, что? Вот все эти годы, всю войну, бабушка, мама моего отца, жена, деда моего, их ждала одна. Всю войну была одна, жила в Красноярске. Одна женщина ждала своего сына и своего мужа. То есть, понимаешь, как она переживала за них? Как это было тяжело? Вот такая тяжелая жизнь. И они победили. Поэтому сегодня такой день победы. Потому что мы чтим память наших героев. Потому что погибло на этой войне большое количество наших воинов. И очень много мирных пострадало людей. Поэтому мы должны помнить. И хранить где? Сердце. Сердце. Сердце.